Почетных гостей начальник комсомольского газового промысла встретил на крыльце административного здания. После приветственных слов Юрий Зайцев предложил депутатам и главе города экскурсию по объектам. Сердце любого промысла – щит управления. При помощи телемеханики сюда поступают данные о работе скважин, запорной арматуры, давлении в трубах и другие параметры. За каждой установкой, за каждым сосудом, работающим под давлением, трубопроводом, везде идется контроль. В аналоговом режиме даже не дискретный, а практически моментальная передача данных. Затем делегация проследовала в ЦХ. Несколько десятилетий назад сложно было представить, что в условиях Крайнего Севера, да еще и в рекордные сроки, будут созданы условия для промышленной добычи углеводородов. Сегодня невозможно переоценить труд и заслуги первопроходцев. Более 80% российского газа добывается здесь, на Ямале. И это далеко не предел способностей и возможностей арктического региона. Сегодня все прекрасно понимают, что те социально-экономические параметры, субъекты, которые есть сегодня, это в первую очередь сегодня газовая отрасль. О том, что мы сегодня говорим, что Ямал стремится выйти на другие некоторые ступени, транспортная инфраструктура, портовая, глубокая переработка здесь продукции у нас тут прямо на месте, и транспортировка ее, конечно, она позволит уже более расширить и обезопасить нашу экономику. Мы не зависим от нефти и газа, а мы живем и развиваемся благодаря нефти и газу, именно добыче. Если у нас появятся еще элементы переработки, глубокой переработки, то это даст возможность некоторую диверсификацию сделать. Ямал сегодня – это не только нефть и газ, говорит Виктор Казарин. Наш округ – уникальный регион. На его бескрайних просторах еще много неизведанных запасов. Для нашей и металлургической промышленности, и для получения хромит и добычи хромитов, ну и, собственно говоря, общераспространенные полезные ископаемые в виде диатомитов – это тоже тема. Запасов на Ямале очень много. Технологий сегодня имеется, как их можно обрабатывать и получать высокоэффективный теплоизоляционный материал. который можно использовать как для гражданского строительства, дорожного строительства. Тем не менее, Ямал на ближайшие десятилетия останется безальтернативным газовым плацдармом. Новые перспективы для делового сотрудничества России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона откроются с введением объекта Ямал-СПГ. Юлия Перова, Денис Гимб, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова